Есть идея, но нет средств на ее реализацию, поможет краудфандинг или народное интернет-финансирование. Всего более четверти миллиарда долларов было собрано в мире за несколько лет на поддержку тысяч различных проектов. Западная практика стала популярной и в России, и дошла до Коми. О том, как задумки становятся реальностью, Любовь Лапина. Это фрагмент концерта «Мария Леон». Именно благодаря этой группе появилось такое движение, как краудфандинг. В 97-м году поклонники этой британской рок-группы, без участия самой команды, провели интернет-компанию по сбору средств для финансирования музыкального тура своих любимцев. Позже уже сами участники «Мария Леона» использовали этот же метод для записи и продвижения своих последующих альбомов. А сама система продвинулась и другим музыкантам. Очень скоро в их среде появилась первая краудфандинговая интернет-площадка. Ну а позже краудфандингом стали пользоваться кинематографисты. Сегодня собирать деньги таким образом пытаются многие. Главное в этом деле – идея, которая способна зажечь людей. Дословно с английского краудфандинг – это народное финансирование. В той или иной мере, но каждый из нас хоть раз в жизни, но в этом участвовал. К примеру, когда с друзьями собирались на один большой и общий подарок товарищу. Или помогали людям в сложной жизненной ситуации. Впрочем, то, что в народе взывается просто взаимовыручка, на просторах интернета именуется краудфандинг. И есть у него свои строгие правила. Для начала цель должна быть четко заявлена. После – определена необходимая денежная сумма. Составлена калькуляция всех расходов. А информация по ходу сбора должна быть открыта для всех. Как и сам конечный продукт. Один из самых ярких примеров таких вложений в Россию – альбом «Спирит» группы B2. Весной 2012 года команда собрала целый миллион 250 тысяч рублей на его выпуск. Самый же крупный проект – фильм «28 панфиловцев» – собрал 20 миллионов рублей. Одним из первых проектов Комина, которые собирали деньги всем миром, условно стал фильм «Солнечный день. Продолжение». Условно, потому что сама режиссер из Москвы. А вот действия и съемки проходили у нас, на Удре, в деревне Политова. Блака? Ну, они такие красивые, такие интересные. Они разные фигуры показывают. Это было тогда, а сейчас уже нет. Я редко когда на них сейчас смотрю. Эта история стала продолжением первого фильма. Тогда главная героиня была еще совсем девчонкой. Воздушной и жизнерадостной. Спустя шесть лет перед глазами зрителей предстала уже девушка, которая явно больше не витает в облаках. История взросления деревенской девчушки так заинтриговала зрителей, что деньги на завершение фильма на краудфандинговой площадке собрались довольно быстро. Как и на проект «Память поколений». Это первый фильм-реквием творческого тандема и звук тыла журналиста Натальи Шуричевой и оператора Ильи Пузанова. Посвящен самому драматическому эпизоду прошлого века – репрессиям 30-х годов. В 30-е годы 20-го века подверглись массовым репрессиям и были вызваны на север родонские казаки. Название фильма выбрано не случайно. При подготовке сценария журналист Наталья Шуричева основывалась на воспоминаниях репрессированных членов своей семьи. Работа нелегкая – снимать кино. Это огромный труд, это огромный труд эмоциональный прежде всего. Это большевременные затраты, это материальные затраты, это технические затраты. Но я думаю, все это не зря. Начинали мы на энтузиазме, на собственном. И я надеюсь, мы свою работу сделали, доделаем ее хорошо. Общая сумма сбора на тот момент была всего 117 тысяч рублей. Собрали даже больше. Из положительных примеров – и сбор средств на первые соревнования по арм-рестлингу в Коми. Инициативная группа просила немного – всего 30 тысяч рублей. Проект был, во-первых, рассчитан на полгода. То есть это достаточно продолжительное время. И я рассчитывал, что мы сможем собрать эти средства. Но на самом деле до последнего числа, до 30 декабря, до того, как проект заканчивался, у нас было собрано всего полсуммы. И в последний день неизвестный, так скажем, человек, донатер, он закинул оставшиеся 15 тысяч для того, чтобы проект был на 100% успешным. Впрочем, не всегда проекты удачные. Так столичные теннисисты собрать нужную сумму для выезда на соревнования так и не смогли. А амбициозный проект из Сыктывкара, ИНФ, образование нового формата, автор которого запрашивал целый миллион рублей, вообще не нашел никакой поддержки. Тем не менее, с каждым годом желающих воспользоваться возможностями краудфандинговых площадок становится все больше. Только за последний месяц на коллективный сбор средств заявились два крупных проекта из Коми. Один из них – это сайт об андеграунде Национальной галереи. В ее запасниках собралась настолько внушительная коллекция неофициального искусства, что не поделиться ею хранители просто не могут. Это и авангард 10-20-х годов русский, это и андеграунд, это и репрессированные художники, и художники, которые, в общем-то, не вписывались в систему соцреализма. И, собственно говоря, захотелось все это показать и захотелось озвучить те результаты наших исследований. Все это, причем, сделать в таком популярном немножко формате, чтобы это было интересно, заманчиво, и чтобы люди все это видели. Еще один крупный проект – открытый городской фестиваль-конкурс вокального творчества «Поющий север». Он приурочен году российского кино и 95-летию республики. Стартовал хорошо, однако, чтобы фестиваль жил и развивался, нужны дополнительные вливания. Мы в процессе работы над конкурсом поняли, во что мы связались. То есть мы, конечно, рискуем. Начали рисковать, скажем так, прямо заявив о конкурсе. И сейчас, конечно, с этой платформой тоже есть определенные риски, потому что есть риск не собрать деньги, но есть также и возможность собрать больше, чем хочется. Мы изучили несколько платформ, для нас очень важно, чтобы откликнулись именно обычные люди, не только профессионалы, а обычные люди, кому хочется, чтобы жизнь стала интереснее в нашем регионе. Конечно, в краудфандинге, как и в любом деле, есть и свои подводные камни. К примеру, каждая площадка берет свою комиссию от собранной суммы. Кроме того, доход облагается налогом, а потому фактически на руки сумма выходит меньше. Впрочем, даже сей факт не повод отказываться от еще одной возможности попытки реализовать свою идею.